Здравствуйте друзья! Рад вас приветствовать у себя на сайте и на своем видеоблоге вектан.инфо Сегодня я хотел бы посвятить свой видеовыпуск необычайному секрету. Почему необычайному секрету? Потому что я сегодня хотел бы поговорить о такой распространенной, вроде бы как всем известной, вещи как визуализация. Что такое визуализация? Почему она у одних работает, почему у других не работает? Почему у одних получается, почему у других не получается? Сегодня я вам хочу раскрыть действительно секреты и расписать, почему у многих не работают визуализации, а у некоторых даже эти визуализации приводят к негативным последствиям. Итак, разберемся. Что такое визуализация? Это именно тот образ, который мы должны представить. Это то, что мы должны видеть своими глазами в своем бессознательном. Что такое аффирмация? Аффирмация – это частое повторение одних и тех же слов. Это как бы ключ и выход на уровень своего бессознательного. Так почему же у одних этот выход на уровень бессознательного получается, а у других нет? Сразу скажу, в течение двух минут этот секрет не раскрою. Разберемся все по этапам. Итак, первое. Первое – это мы должны составить себе правильную цель. Внимание! О цели, опять же, говорят многие. И все говорят, цель надо записать на бумажке. На самом деле, на бумажке даже нужно записать. Но на бумажке или набранная в компьютере и висящая на лампочке, на дверях или на какой-то, к примеру, доске написанная цель – это еще ничего не обозначает. Это просто будет напоминалка. Это не цель. Цель именно… Можно назвать целью именно то, что мы реально видим. То есть, не то, что даже с закрытыми глазами, мы ее чувствуем запах, видим, мы ощущаем себя, себя там. Итак, что же это такое? Первое. Это выбор правильной цели. И на самом деле, нужна ли она? Ко мне часто приходят на приемы люди и говорят, особенно, к примеру, барышни, я хочу выйти замуж. На самом деле, они не хотят. Вот сегодня было таких три у меня барышни, поэтому я и решил все-таки посвятить и этой теме этот выпуск. На самом деле, одну из барышней притолкал ко мне страх, а не желание выйти замуж. Ее притолкало страх одиночества. Другая барышня решила решить свои финансовые возможности, свои финансовые нюансы, свою финансовую тягость за счет того, что она хочет выйти замуж. И третья барышня решила как-то, каким-то образом выпустить из своего семейного гнезда своего сына. Дело в том, что она живет со своим сыном, абсолютно нормальная женщина, но она понимает, что сыну 22 года и, как говорится, ему надо дать пинка для того, чтобы оторвать от материнской груди, для того, чтобы он развивался как мужчина. Абсолютно верно. Ничего выгнать она его не может, отправить она тоже где-то не может. Единственный выход, это, говорит, выйти замуж и прийти с мужчиной, либо уйти к мужчине. То есть, так или иначе, оставив своего ребенка, сына, как бы одного, пускай он начинает брать ответственность за собственную жизнь. На самом деле, ни одна из трех, ну, не буду прогнозировать, но, по всей видимости, вряд ли придется, вряд ли будет такая возможность этим троим барышням выйти замуж. Или они просто логически себя уговорят. Почему? Потому что это неправильная цель. Это неправильно выбранная задача. Вся внутренность, все внутренности, душа говорит, это я не хочу замуж. В первом случае, она не хочет подчиняться. Во втором случае, ей надо просто деньги, она не видит другого выхода. В третьем случае, надо решить, скажем так, жилищно-квартирный вопрос. И она делает это не для себя, а для кого-то. Поэтому, это не цель, это не желание. Они не будут осуществляться. Как бы вы ни визуализировали, как бы вы ни читали аффирмации, это не будет происходить в вашей жизни. Поэтому, вы загадываете желание относительно самого себя. Ставите правильную цель. Запомните, к примеру, образно говоря, для того, чтобы сегодня поужинать и выпить 50 грамм коньяка, к примеру, или другого спиртного напитка, вам нужны деньги для того, чтобы это была возможность приобрести. Это на рынке, на базаре, в магазине. Но есть тоже другие люди, которым не надо денег для того, чтобы вечером быть выпившим и более-менее наевшимся. Это бомжи. Как же так? Одним надо деньги для того, чтобы существовать, другим практически их не надо, эти деньги. Почему так происходит? Да потому что, запомните, правило первое. Жизнь дает человеку только состояние комфорта, душевного комфорта, нелогической уговорка, которым мы призываем себя. То есть мы себя логически пытаемся уговорить. Мне это надо. А мне надо большие деньги. А в душе боимся больших денег. А мне надо много работы. А на самом деле человеку надо деньги. То есть он хочет даже не деньги, он хочет на эти деньги отдыхать. Так получается, мы ставим сразу изначально неправильную задачу. Как же так? Еще раз повторяюсь. Жизнь дает только лишь состояние комфорта. Шаровику. Кто такие шаровики, вы, надеюсь, знаете. Это те люди, которые любят все получать на шару. Шаровику. Всю жизнь, жизнь будет дарить людей, которые ему нальют бесплатно и накормят бесплатно. Он все время будет на шару что-то получать. Он будет оказываться в нужном месте, в нужный час, там, где будут раздавать какие-то подарки. Это его состояние кайфа. Его даже выгрузить в поле и сказать, что через 5 километров находится какой-то населенный пункт. Он придет в этот населенный пункт, в это село, придет наевшийся и напившийся. Да потому что он тракториста найдет в поле, который будет обедать. Он ему расскажет пару баек, с ним хряпнет, наестся и придет в село уже веселый, готовый. Ему жизнь это даст. Так же самое, как и бомжу дает и выпивку, и еду. Нытику, который жалуется на свои болезни, все время жизнь будет давать только лишь свободные уши. То есть другого человека, кому он может пожаловаться. Излить свои внутренние желчи и подпитаться чужой энергией. Такого человека практически нереально вылечить. Почему? Потому что невозможно у человека забрать его счастье. А на самом деле он счастлив в собственных несчастьях. Именно счастлив в собственных несчастьях. Если у него забрать, как говорится, отвезти вернее от этого заболевания, он не сможет жаловаться. Он не сможет питаться чужой энергией. И тогда жизнь прекращает всякий смысл. Посмотрите, когда супруга выгоняет своего мужа-алкоголика утром, одевает его прилично, без копейки денег, выгоняет его и говорит, найди работу, найди работу, любую, устройся, зарабатывай деньги. Он уходит вообще без копейки денег. Какой он вечером придет? Он придет вечером готовый в зюзю. Он будет выпившим. Почему? Вы думаете, что он просто найдет корешей, и они ему нальют? Так самое интересное, что кореша такие же самые, как он, и тоже сидят без денег. Вы что думаете, это одноразово? Нет. Сама жизнь будет создавать такую ситуацию там, где ему будет комфортно. Там, где ему будет хорошо. Итак, мы подходим к главному, к первому. Это выбор цели. Запомните, цель – это не та, которая вашими умственными способностями записана на бумаге. Цель должна быть видимой своим подсознанием. Она должна быть внутри вас. Там, где вы, если вы мечтаете быть космонавтом, значит, вы должны понимать, как в этом скафандре космонавта находиться. Но, внимание, забегая наперед, вы должны видеть себя космонавтом со стороны. Об этом чуть позже. Я вам расскажу, как правильно открывать подсознание, куда смотреть, под каким углом, и как свой мозг перевести в альфа-состояние. Вообще, существует четыре вида состояний, но об этом чуть позже. Итак, мы подобрались. Мы подобрались к тому моменту, что если вам есть состояние бескомфортности, то есть антикомфортности, дискомфорта, то это не цель. Она не будет осуществляться. Она не будет. Если ваше желание затрагивает относительно других людей, то оно тоже не будет работать. Желание, переводимое в цель, это ваше состояние комфорта относительно самого себя. Дальше. Дальше мы разбираем, что есть четыре состояния головного мозга. Это, первое, это бета-состояние. Бета-состояние это 18-30 герц частоты излучения головного мозга. Это наша повседневная жизнь. Это тогда, когда мы бодрствуем. Второе состояние. Это альфа-состояние. Вы уже наверняка многие слышали, что такое альфа-состояние. Это начальный уровень выхода на бессознательное. Третье состояние. Это тета-состояние. Альфа-состояние имеет уже 10-18 герц излучения. Тета-состояние имеет 4-8 герца излучения головного мозга. И дельта-состояние. Это состояние сна. Люди, мастера своего дела, мастера визуализации погружаются в глубинный сон и контролируют его. Но этому надо учиться. Поэтому, дорогие, как говорится, телезрители, я вам сейчас буду рассказывать, как перейти из бета-состояния в альфа-состояние. Это вполне возможно, даже, даже не применяя никаких медитаций. Почему об этом часто написано в учебниках? Почему часто написано, что пользуйтесь состоянием перед сном и сразу как проснулись? Почему? Потому что мозг как раз находится не в беспокойном режиме работы, не в 18-30 герц, а он находится от 8 до 18 герц. Это как раз альфа-состояние. Это выход, выход на бессознательное. Но самое главное, мы подходим самому главному, никто не дает ключ. Все рассказывают про дверь, все показывают дверь. Любые журналы, ну не журналы, а книги, любые передачи рассказывают, что пользуйтесь этим. Но никто вам не дает ключ от этой двери. Как вам показывают, даже открывая эту дверь и показывают, ребята, вот тут хорошо, вот тут великолепно. Но как войти в эту дверь, вам не рассказывают. Я сейчас вам собираюсь рассказать, как правильно войти в эту дверь. Итак, для того, чтобы в процессе дня вы могли правильно визуализировать, именно визуализировать, я уже сказал, что цель должна быть видна, ее надо видеть, видеть, а не просто записать и думать, что она уже будет работать, и она уже должна осуществляться каким-то непонятным образом. В процессе дня, когда у вас есть немного времени, в период обеда или еще где-то, вы садитесь поудобнее. Внимание, поудобнее садитесь. Расслабляйтесь, старайтесь отключить все мысли. Сосредоточиться действительно на той мысли, где вам будет комфортно. Только там, где вам будет комфортно. И внимание, глаза, глаза это будет ключ к вашей двери. Глаза это частица мозга. Глаза это ключ от той двери, которую открывает бессознательное. Так вот, глаза должны быть выше параллели уровня Земли на 15-25%. То есть, рисую. Если это человек, это его глаза, это Земля, следовательно, уровень его глаз должны быть, вот это вот параллель Земли, а глаза должны быть направлены, вот в таком диапазоне. То есть, вы плавно и мягко смотрите в небо, вверх. Запомните, 15-25 градусов. Именно при этом положении глаз, именно при этом положении глаз, ваше подсознание открывается. Ребята, это секрет на миллион долларов. Вот именно этот момент, либо открывается подсознание, бессознательное, либо его закрывает. Почему? Потому что, когда человек визуализирует и устремляет свой взгляд вниз, его бессознательное, наоборот, закрывается. Закрывается. И вы можете только лишь быть повернуты в состояние депрессии. Это не будет. Почему депрессия? Да потому что, сколько бы вы сил, энергии не потратили, это не будет осуществляться. Мне тысячи людей приходили и говорили, Виктан, я все правильно делаю, я умею визуализировать. Я прочитал очень много книг. И оно не работает. А не работает, потому что вы смотрите не под тем углом. Ваше бессознательное закрыто. Закрыто. Мало того, не под правильным углом смотрите, вы еще и можете нанести себе вред. Вторым важным моментом является не только угол. А я уже сказал, если вы в течение дня начинаете заниматься визуализацией, то значит, следовательно, надо за бета-состояние перевести свой мозг в альфа-состояние. То есть, из бета-состояние в альфа-состояние перевести свой мозг в альфа-состояние перевести свой мозг в альфа-состояние. И это ведет сигнал, что мозг расслабляется. Значит, мы будем переходить в состояние сна. Если состояние сна, то наша частота излучения сокращается. И мы переходим из бета-состояния в альфа-состояние. То есть, мы выходим на уровень 10-18 Гц излучения. Но, внимание, зрачки при этом направлены вверх. Если вы направлены вниз, что гораздо легче, и закрываете глаза, да, вы входите в альфа-состояние, но вы говорите о том, что негативное влияние. И жизнь не будет осуществлять это. Не будет. Почему? Уровень наш глаз отвечает за позитив, целеустремленность и негатив. Очень легко посмотреть на человека со стороны, куда он смотрит. А выйдите на улицу и посмотрите. Какая-то бурчащая бурлька или какой-то бурчащий мужчина, когда бурчит, он не смотрит на небо, он смотрит вниз. Когда человек негативный, он смотрит больше вниз. Когда у человека правильно поставленная задача, он идет какие-то вопросы решать, он не под ноги смотрит, он идет, смотрит вдаль. Человек развивающийся, энтузиаст, он смотрит вверх. Как говорится, для связи со Вселенной вам, для связи с Богом, не обязательно обращаться к посредникам. То есть, кому-либо. Поэтому, смотрите вверх и правильно визуализируйте, правильно выбирайте свою цель. Итак, повторимся. Вы смотрите 15-20, хотите еще выше. Но при этом глаза закрываем. Закрываем глаза. Вы закрываете глаза. Частота излучения становится меньше. Вы смотрите вверх. Как ваше подсознание, бессознательное, выходит наружу. Это и есть связь. Если вы смотрите вниз, это ведет к большим разочареваниям и может быть потерям. Почему? Потому что ваше бессознательное считывает, что вам этого не надо. Это состояние дискомфорта. Еще один секрет. Я сегодня добрый. Вообще-то я все время добрый. Вы спрашиваете, как говорится, я отвечаю. Но еще один секрет, очень немаловажный. Не путайте проплата энергии за свое желание и визуализация своего желания. Это две, опять же, большие разницы. Когда вы проплачиваете Вселенной за свое желание, вы, к примеру, берем, я хочу Бентли. Автомобиль. Напомнила мне как раз машина Бентли. Есть замечательное высказывание. Богатый человек – это не того, у кого много денег, а у того, у кого достаточно. А бедный не тот, у кого денег нет, а бедный тот, у кого их мало. Кому мало, кому мало. Так вот, я встречал людей, которые имеют очень хорошие автомобили, очень дорогие, но они себя считают ущербными, потому что у них нет Бентли. Вот тут вот как раз и есть бедный тот, кому мало, а не у кого мало. Так вот, к примеру, я визуализирую об автомобиле Бентли. Для тех, кто не знает, это, к примеру, дорогой автомобиль, но в нашем городе есть такие машины и достаточное уже количество, сотни в этом. Так вот, когда я проплачиваю за свое желание, я начинаю кайфовать, что я в этой машине уже нахожусь, и как мне хорошо от того, что у меня есть этот автомобиль. Внимание! Я не думаю, сколько он литров берет на 100 километров, где я его буду обслуживать, и что я буду делать, если кто-то царапнет мне эту машину, мне придется менять крыло. Если вы об этом думаете, и думаете о запчастях, это не ваш уровень, и этого не будет осуществляться. Но я ощущаю себя в этой машине и испытываю состояние кайфа. Если я кайфанул действительно от этого, значит, я проплатил вселенной. Вселенной я проплатил за реализацию этого желания. Но когда вы визуализируете внимание, внимание, то очень важно, чтобы вы видели себя со стороны. То есть, не внутри машины себя ощущали, а видели себя за рулем этого автомобиля сидящим. Сидящим видели. Я надеюсь, понятно излагаю. Почему так? Да потому что вашему бессознательному будет все равно. Есть это у вас или нет. Когда вы ощущаете себя там, вы даете четкий посыл, что это уже у вас есть. И, как говорится, не к чему стремиться. Не к чему стремиться. А это уже у вас есть. Ну, что ж тогда еще делать? Когда вы видите себя со стороны, вы прекрасно даете прекрасный посыл, что вам этого надо. И когда вы будете это иметь, вы будете кайфовать, испытывать состояние благости, испытывать состояние кайфа. Я надеюсь, все осветил кратко и доступно. Если будут какие-либо вопросы, пишите под этим видео, я буду на них отвечать. Критика тоже принимается, хотя не знаю, где тут критиковать. Я поделился с вами буквально очень серьезным, сильным секретом, который считается в эзотерическом мире как бы нельзя разглашать. Многие люди почему добиваются хороших успехов? Да потому что они это делают, потому что на интуитивном уровне у них это получается. Вот один как бы говорит, я хочу Бентли и смотрит туда, а второй говорит, я хотел бы Бентли. И вроде бы как бы они вдвоем визуализируют, а на самом деле получается у одного, у другого не получается. Почему же так? Вот именно как раз в этом видео я решил осветить этот момент и поделиться с вами, дорогие друзья. Так, пишите комментарии и пишите в комментариях какое видео вы бы еще хотели. Мне не жалко делиться с вами секретами, секретами исполнения желаний, визуализации, как перевести свой мозг и как в кратчайшие сроки добиться желаемых результатов. Я по-прежнему буду делать эффективные видео, не переливать из пустого в порожнее и не буду пропагандировать что-либо у меня покупать. Всего вам доброго. До новых встреч. До новых встреч, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok